А теперь вот что я тебе скажу. Сериалу «Кухня» 10 лет. Юбилей. В связи с этим... Опять какие-то сейчас загадки, веселые игры. Зрители-то знают его наизусть. Вот эти самые, которые на стадионах. А вот ты... Сейчас проверь, как хорошо ты помнишь сериал «Кухня». А сериал, он не длинный, там не так много событий, всего 120 эпизодов. Что там, о чем разговаривать? Несколько вопросиков. Ну, для разминки. Ты знаешь ответ, просто чтобы ты понимал, что мы не злые люди здесь. Кто был режиссером первого сезона? Дима Дьяченко. Он же режиссер «Чебурашки». Ну, мы не злые ребята, совершенно очень простые, легкие вопросы. Но я уже об этом тебе сказала. Ты просто с моего ответа списал. Конечно, конечно. Смотри, второй вопрос. Твоя героиня Настя вегетарианка. Да. И она всегда следовала своим принципам, кроме какого количества эпизодов? Сколько раз Настя ела мясо в сериале? Пожалуйста. Так, это было в третьем... Не, во втором сезоне, когда Настя была беременная. Да, второй это или третий был сезон? Да, где-то третий. Третий, да, третий. Она ела колбасу из холодильника. Она ела огромный окорок, сидя в холодильнике на кухне. Так. Больше не помню. И еще один эпизод был. Когда она назло съела шашлык. Да? Да. Что я про шашлык забыла? Вот, в сто третье семья. А, да! Когда они в семье сидели с папой, с мамой, с большим столом. Итого три раза. Да. Ну, неплохо, неплохо. Ты даже помнишь примерно, что ты... Это прям хорошо. Клубасу докторскую. Естественно, сериал «Кухня» не только в России, ее обожают во всех странах. Многие страны купили права на адаптацию и сняли свои версии кухни. Сейчас мы тебе покажем фотографии нескольких персонажей из других стран. Попытайся угадать, кто из них это вот твоя Настя. Ну, там их зовут по-другому, конечно. Но вот это вот прототип... То есть ты стала прототипом одной из этих героиньев. Покажите, пожалуйста. Четыре фотографии. Это все разные страны. Может быть, здесь вообще нет у Насти. Вот кто из этих персонажей, возможно, это твоя Настя только в другой стране. Мне кажется, вот это японка. Японка. Верхняя. Да. Верхняя-левая. Просто рассказываю правильный ответ. Верхняя-левая. Настя из Португалии. Португалия. Ее зовут Таня. Справа от нее Настя из Греции. Круто. Где ее зовут? Ты удивишься, Настя. Снизу слева Настя из Грузии. Ее зовут Натя. И только вот самое в правом нижнем углу это не ты. Это польская девушка. Это Александра в польской адаптации кухни. Три из них это ты. Нормально. Вот так это выглядит. Хорошо. Тут на угадалке. А вот дальше ты точно должны знать, по какому адресу располагался ресторан Клод Мане. Просто адрес. По адресу улица Подъемная, дом 12. Понимаю, понимаю, чем ты говоришь. Но нет, вот тебе подсказка. Малая Бронная, 25, или Спиридоновка, 25. Спиридоновка. А вот и нетушки. Правильный ответ. Но на углу, на углу. Малая Бронная, 25. И этот адрес упоминается в сериале, а по адресу Спиридоновка, 25, располагается настоящий ресторан Клод Ман. Но это не ресторан Клод Мана. Не надо сейчас всем балом туда идти. Там была винотека. А ваш, вот именно, если да, Малая Бронная, 25. Мне кажется, еще больше людей туда пойдут. Хорошо, идем дальше. Вот что все обошел. Естественно, сериал не обошелся без творчества народного по мотивам сериала. Сейчас на экране появится мемчик. Не мы его придумали, люди создали этот мемасик. Пожалуйста. Какое слово мы закрыли? Ассоциация со словом... Агузок. Агузок. Умница сразу. Агузок обычный человек, агузок курильщика. Гениально. Все, все, нет вопросов. Очень хорошо, молодец. И такой еще есть вопрос. Это ты должна помнить. Среди посетителей ресторана было много звездных посетителей, да, много камео. Кто из этих персонажей оставил самые щедрые чаевые? И вот тебе варианты. Это Агутин, Пригожин или Бьянка? Сказал Чебурашко. Агутин. Агутин. Агутин? Агутин. 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 Правильного ответа на этот вопрос нет. Нигде не упоминается, сколько они оставляли чаевых. Но понятно, кого ты была бы рада снова видеть в ресторане. И нигде. Неизвестно. Нет таких данных, правда. Я понимаю, что для тебя кухня, в общем, наверное, завершилась. Хотя, как ты и сказала уже, и ты ее посмотрела недавно в повторе, да. И зрители с удовольствием тоже обязательно смотрят. Потому что повторы идут, и мы смотрим, смотрим, смотрим. И я уверен, что очень многие люди ассоциируют тебя, конечно, с твоим персонажем. С Настей. Вопрос. Настя на тебя похожа, и не начала ли она уже все-таки в тебя тоже немножко прорастать какие-то черты? Ты знаешь, интересно то, что, конечно, в начале есть придуманный персонаж, написанный. Мы его читаем, знакомимся и пытаемся как-то себя к нему пристроить. Найти что-то общее и оправдать его действия и так далее. Как-то с ним познакомиться и сблизиться. А потом, от сезона к сезону, это сближение происходит настолько крепкое, да, что тут уже не поймешь, кто от кого пляшет. То ли сценаристы от тебя пляшут, то ли, ну, как бы, ты уже подстраиваешься под логическое развитие героя. У меня это как-то произошло очень поступательно. То есть все запараллелилось с моей реальной жизнью. Я по-настоящему забеременела. И сценаристы думают, ну, а что, давай напишем, что Настя беременна? Говорят, ну, давайте. Потом Настя стала, соответственно, я родила. У Насти тоже появился ребенок. Логично, после беременности это как-то правильно происходит. Настя пошла вверх по карьерной лестнице. У меня в какой-то мере тоже карьера начала расти. Ну, то есть все это было довольно-таки параллельно. Кто был первоисточником, не могу сказать. Уже не ясно. Уже не ясно. Ну, конечно, я думаю, что где-то. Ну, вся на кем. Что все-таки я, да, была ведущей. Ну, ты немножечко стала Настей все-таки, чуть-чуточку, я так понимаю. Мне кажется, я сильно повлияла на характер Насти. Потому что если сравнить ее в первом сезоне и в финальном, она очень сильно поменялась. Изменилась, да. Очень сильно изменилась. Да, поэтому я думаю, что мое влияние оказалось велико. На улице Насте тебя называют? Называют, конечно. Я откликаюсь.